Всем привет дорогие друзья, с вами Юга и сегодня будет очередной гайд по игре Summoner War Chronicles И сегодня постараемся ответить на вопрос, с каких же монстров лучше качать 3 звезды, 4 или 5 Что актуально для начала и что лучше для старта и в каком лайтгейминге нам дальше пребывать Разберем этот вопрос подробно, быстро, коротко и чтобы все было понятно Так что погнали, с вас лайки и комментарии, если хотите продолжение гайдов по игре Summoner War Итак, актуальный вопрос, 3 звезды, 4 или 5 Что же нас интересует, как начать играть и куда же мне тратить свои ресурсы Скажу вам сразу же, я так же как и в начале, как и все, получил эйфорический удар Когда у меня посыпались пятерки, леги, думаю, ох, все, ну я бог этой игры Количество монстров мое сейчас, как вы на данный момент можете посмотреть, выглядит примерно так Довольно-таки большая коллекция, согласитесь, собралась за недельку Но я как бы стараюсь этому способствовать У меня есть и сильные, и которые пятерки не по одному разу прокнуты И те, которые интересно бы прокачивать и посмотреть, как они будут выглядеть в дальнейшем Естественно, силу их мы прекрасно знаем Но есть один незыблемый, как говорится, правило всех гачи MMORPG С которыми мы сталкивались И тут оно не стало исключением Но знаете в чем парадокс? Оно мне нравится Здесь игра тебе говорит, что, товарищ Да, конечно, у меня можно вложить 100 тысяч миллионов денег Я буду прекрасно всем тебя одаривать Но если ты хочешь играть более-менее free-to-play Именно free-to-play Абсолютно, как говорится, не донатив Или донатив минимальное количество Но есть такая возможность Для закрытия самого первого контента От, как говорится, самого начала игры до лайт-гейминга Здесь все предусмотрено И спойлеры Каких же мобов качать в самом начале Три звезды Четыре звезды Моя актуальная пачка выглядит как Хила, и она же гарпия тьмы Теон Или в альтернативе Гаруда, которая у нас водяная Если у вас ее нету И кошка Наоми Мой основной пятизвездочный ДД Это сэхмет В дальнейшем, как у меня будет прокачана кошка Естественно, я пойду по пути прокачки сэхмет Но это требует гораздо больше ресурсов Просто очень много А контент закрывать надо Чтобы получить все самое вкусное Чтобы закрыть все квесты Чтобы закрыть исследование локаций Нужен ГС Без него никуда На данный момент у меня сейчас 250-250 там один Ну, плюс-минус варьируется Сейчас я также занимаюсь переделками рун Стараюсь изучить этот вопрос Также поднятием самого ГС Но суть в том, что Трехзвездочный, четырехзвездочный монстры Дадут тебе гораздо большой буст Дешевое пробуждение Дешевая эволюция Дешевые навыки И главное, что очень эффективные И если брать старт-пачку Которая сейчас проходит Обычно советуют Пикси пробужденную В виде как хиллера Которая также тебе будет способствовать И, ну, точнее, не хиллера Как бафера, по сути, да Это птица Которая будет хилять И, допустим, какой-нибудь ДДшник Это лихие лэ Но, скорее всего, частенько берут кошку У меня сетап не стандарт Но у меня два убийцы Плюс и танк Так как сахмет у меня В дальнейшем уже планируется И, исходя из того, что есть И количество ресурсов, потраченное На полностью прокачку Того же птицы и гарпи И эффективность их Я могу сказать, что это просто великолепно Это позволит мне сейчас Забустить большое количество ресурсов Которые мне нужны на прокачку пяти звезд Но в данном сетапе Я закрыл абсолютно все активности Которые есть И актуальные по сей день За предрегистрацию вам давали купоны Если вы их еще не потратили Надеюсь, вы можете первые тройки свои потратить На гаруду света Или фурию тьмы Что будет для вас полезно В каком приоритете Я, скорее всего, сказал бы гаруду Она Мощнейший танк Гаруда света Воплощает в себя Не только Забав на уменьшение кд Но еще и рез Союзников По откату Плюс хил Такого я еще не видел Ну, только, наверное, на пятерках Этот скил, я вообще считаю Один из самых уникальных Поверьте, когда мы пошли В хайлевленные данжи Вот эта птичка Действительно Очень сильно спасала Особенно при условии того Что оденете Уклонение деф Что она будет максимально жирненькая Она вам такое огромное количество Пользы принесет Что это Просто великолепно Опять же Если у вас нет кошки Именно кошки ветра То Фури Для вас будет Также идеальным вариантом Одно из первых Моя вот сейчас Плачка мечты Выглядит именно вот так Закрываю ли Большинство контента Которое сейчас есть Да, закрываю Что вам делать в дальнейшем Все очень просто Когда вы докачаете Своих троечек И четверочки До максималки Оставляйте свои ресурсы На пятерке Тем, которые Вы будете играть В приоритете У меня сейчас идет Сахмет И скорее всего Ифрит Так как я уже Его парочку штук Выбил Одни из мощнейших И требуют Конечно ресурсов Просто Сумасшедшее количество Уже на десятках Но это того стоит Надеюсь Этот вопрос Мы закрыли И вы будете Следовать Моменту Но опять же Это не гайд Как нужно Вот прям Сто процента Делать Это рекомендация Для того Чтобы Вам было Более Менее Комфортно Стартовать В этой игре И вы не потратили Большое количество Ресурсов Никуда Есть конечно же Сброс монетки Но лучше их оставить На что-то полезное И более Интересное Вот собственно и все Надеюсь Это вам помогло Определиться И в мире Суммэнер Варс Хроник Вы будете чувствовать Себя гораздо Удобнее И приятнее Жду вас всех На стримах Дальше будем Развивать эту игру Смотреть Что будет Всем большое спасибо За внимание До новых встреч На стримах Пока-пока